Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Речь идет о том, что без понимания анатомии невозможно заниматься наукой в медицине. Вот эта книга действительно обязательно к прочтению абсолютно всем ученым. Ну и в принципе любым, кто практикует. Практикующим врачам в том числе. Потому что она открывает очень правильный и точно... Там есть хороший перевод действительно этих авторов. Там 14 изданий этой книги. То есть ее там чистили, допереводили, где-то там уточняли и так далее. Но это последний фундаментальный труд. И он этим очень ценен. Потому что там сконцентрировано весь объем этих данных. Никто не задумывается о том, что надкосница имеет собственную кровеносную систему. Раз. И второе то, что она является депо крови. За счет вот этого распределения в микроциркуляторном русле. На причину возникновения рецессии десны. Честно, это никак не влияет. Это влияет на патогенез. То есть при наличии уже имеющихся каких-то факторов основополагающих. Либо сопутствующих. Да, обедненная вот эта надкосница. Или ее обедненное кровоснабжение. Оно может способствовать развитию. Но само по себе вот эти вот три пункта. Они не раскрывают никакого смысла в отношении идеологии рецессии. Поэтому мы просто их прочитали. Ну и собственно мы молодцы. По толщине от надкосницы. Да, у нас был здесь отложен какой-то участок. Да, это просто источник, из которого взята эта часть про надкосницы. И я решила его сюда отложить. Ультраструктура перевозка от мембранной кости. Да, я подумала, что если будет пригодиться. Тоже странно. И что такое мембрана кости? Потому что поверхность компактной кости, она представлена строго межклеточным веществом и мембраны не имеет. Если мы говорим о какой-то костной мембране... Ну то есть очень вот это странно. Но это журнал анатомии 90-й год. Достаточно, ну, относительно для анатомических исследований. Свежий журнал. Мы его можем изучить, но, скорее всего, чего-то сверхъестественного мы там не найдем. Имеет смысл, конечно же, почитать хэм и кормок. Значит, что мы делаем еще с источниками? Есть еще один полезный навык, который мы используем в файле тема. Все те вопросы, которые нам встречаются, и мы не имеем возможности их выяснить в прямом эфире, то есть непосредственно прямо сейчас, мы формируем в так называемую копилку вопросов. И опять же в сквозном порядке вот сюда мы можем занести третьим пунктом из перевода вот тот источник, для того, чтобы сопоставить то, что мы можем прочитать в хэм и кормок, с вот этой публикацией. Данный систематический подход к обработке информации научной и ее композиции, декомпозиции, интеграции позволяет в итоге составить цельную работу. Хотя кажется, что порой она начинается с каких-то совершенно невзаимосвязанных между собой деталей. Но когда уже мы продвигаемся по мере изучения научных статей, ну как бы мы переваливаем там за 50, действительно формируется четкое понимание, что мы движемся в правильном направлении. Потому что и объем пояснительной записки, он становится совершенно другим по качеству, ну точнее и его качество совершенно другим. И мы понимаем, какие аргументы являются первичными, какие источники действительно полезны нам, а какие просто сопутствующие обзорные статьи, к счастью, не являются основополагающими источниками. Поэтому наша задача заниматься обработкой, отработкой, селекцией и выбором именно исследовательских статей. То есть там, где было проведено определение чего-то или сравнение чего-то, или открытие физиологического механизма, или сравнение каких-то большого объема популяций, у которых определялись те или иные признаки данных. Возвращаемся в седьмой файл и читаем дальше наш перевод и оригинальную статью. Из надкосницы устанавливается все кровоснабжение костной структуры. На самом деле это не так. Надкосница питает всего 15%. Если сопоставлять объем крови, который поступает по сосудам, от слизистонадкосничного лоскута, то есть непосредственно от сосудов надкосницы, у нас дается только 15% питания. И 85% происходит от принимающего ложа. То есть непосредственно от сосудов костной структуры. Ну, в общем-то, что и понятно, потому что даже объем, толщина их и качество, оно совершенно разное. Поэтому кому пришло в голову написать такое, это очень странно. Сразу могу сказать. Это обзорная статья, может быть, все что угодно написано. Хирургический лоскут. Возможно, они говорят о том, что от надкосницы питается весь лоскут. В этом есть глубокий смысл. Но не костная структура. А они пишут здесь именно так. Действительно, было бы правильно написать здесь, что в случае, если надкосница сохраняется, то все питание слизистонадкосничного лоскута происходит именно от надкосницы. Какая чудовищная разница между тем, что написано здесь, переводом и тем, как это должно звучать на самом деле. Вот эти трудности перевода порой с одного языка на другой и обратно, ну или на какой-то еще последующий язык, и создают путаницу в научных данных. Поэтому качество перевода статей, возможно, было написано на другом языке, а ее взяли и перевели на английский. И смысл ее немножко потерялся. А тот, кто переводил, он был, честно говоря, не очень посвящен вопросу анатомии костной ткани, надкосницы и так далее. И перевел то, как он это понимал. Ну, исходя из окружающих структур. Хирургический лоскут надкосницы неизбежно является травматичной процедурой. Так вот, не хирургический, а отслаивание, то есть формирование лоскута. Ну да, это хирургическое формирование лоскута, то есть острым методом, скальпелем или распатором, является травматичной процедурой, которая влечет за собой потерю биологической жизнеспособности поверхностного слоя кортикальной кости. Это тоже не так. Дело в том, что на сегодня мы отслаиваем слизистый надкосничный лоскут, если желаем сохранить все его питание, как указано вот в этом первом предложении, острым методом, то есть скальпелем. И причем не обычным скальпелем типа 15, а 15C, то есть компакт, который имеет меньший размер самого скальпеля и более тонкая прецизионную режущую поверхность, либо обоюдо острым блейдом. Да, существует двояко заточенные лезвия, которые на сегодня также обеспечивают очень точную, хорошую сепарацию слизистого надкосничного лоскута при сохранении всего клеточного комбиального слоя на слизистом надкосничном лоскуте, который обеспечивает питание. Если мы отслаиваем его распатором, это более грубый инструмент, по факту он обеспечивает соскабливание от скелета всей надкосницы с его механическим сжатием или давлением. Тогда действительно то, что написано здесь, так и происходит, потому что жизнеспособность серьезно падает за счет высокой травматичности клеток. Остеоциты поверхностного слоя отмирают, но дело в том, что в компактной кости остеоциты не встречаются на поверхностном слое, потому что полностью вся замыкающая кортикальная пластинка на 85% кнаружи представлена только межклеточным веществом, а сосуды, которые залегают в каналах, они соединяются с клетками только в нижних 15% слоя. Поэтому, чтобы их действительно повредить, недостаточно отслаивания. Нужно снять кортикальный слой фрезой или чем-то бором каким-то для кости и затем еще процарапать слой, который внутренний. Остеоциты поверхностного слоя отмирают, а слой костного матрикса, в котором находили, подвергается резорбции. Конечно же, это не так. Речь идет вообще не об отслаивании лоскута острым методом, а о какой-то травме серьезной, то есть об обработке поверхностного слоя кости. Наиболее важным показателем жизнеспособности и пригодности является наличие остеоцитов в костных лакунах. А теперь внезапно мы возвращаемся в изучение анатомии костных клеток, но уже зрелых, потому что они находятся в костных лакунах. Это является принципиальным анатомическим признаком, когда клетка отделяется от стенки лакуны, говорит о том, что остеоцит зрелый и он имеет характерный вид на гистологических препаратах. Здесь, наверное, написано «остеобласты». Да, вот в этой части, наиболее важную. Остеопласты. Что это такое? Вот здесь написано. Что такое остеопласты? Ну, идем дальше. Подмотайте перевод тогда. Так, без них хоть, скорее всего, подвергнется резорбция, будет смещена кзади. Ну, все понятно, да. То есть, она опустится вниз. На самом деле, действительно, если там были костные клетки, мы их повредили, то, конечно же, кость уйдет. Но это к причинам рецессии десны вообще никакого отношения не имеет. Мы говорим про дегесценцию. А они пытаются изучить ее механизм. То есть, они объясняют, как именно происходит механизм дегесценции. Но они говорят о костной резорбции вообще, потому что он происходит во всех случаях именно таким образом. Значит, почему эта статья нам бесполезна? Самый главный смысл. Ну, в данном разрезе. Потому что в статье описан механизм дегесценции, точнее, причина образования дегесценции – это травма. А мы рассматриваем первичную дегесценцию как фактор генетический, который был уже детерминирован. Да, первичная форма. То, что он имеет место, имеет фенотипическое проявление. У нас отсутствует на панорамном снимке, компьютерной томографии. Замыкающая компактная пластинка с наружной поверхности корня зуба, но в особых анатомических зонах. Например, на верхних клыках это часто встречается. На нижних резцах, на нижних клыках чаще. 85% людей имеют первичную дегесценцию на верхних или нижних клыках. Ну, соответственно, парами. Потому что, несмотря на то, что люди с правой и левой стороны не симметричны, даже данный признак является генетически парным. И если дегесценция есть на правом клыке верхнем, на левом верхнем клыке она тоже есть. И вот, что может быть, да, надо искать в источниках, в общем, как основы. То есть, здесь именно описывается дегесценция в результате травмы. То есть, это как вторичная уже. Тут всё, да, смешано в кучу. Потому что мы говорим об отслаивании, потом каком-то очень грубом отслаивании хирургическом лоскута. Они притягивают за уши, что лечение рецессии уже может само по себе сформировать дегесценцию и вызвать рецессию. Ну, то есть, если вот грубо опустить всё, что мы подробно прочитали, то получается, что так. То есть, любое отслаивание слизистого надкосничного лоскута может приводить к образованию рецессии десны через механизм вторичной дегесценции, ятерогенной. Поскольку лоскут во всех случаях отслаивается агрессивным, травматичным методом. Продолжение следует...